всем привет продолжаю настраивать тиристорную шинковку синуса вот этот вот сама шинковка это тиристорный модуль состоящий из двух тиристоров двух термисторов и конденсаторов и лампочки то есть вот этот модуль это и есть этот ключ перед ним я поставил конденсатор вот отсюда я убрал конденсатор зачеркнула то есть сейчас один последовательно стоит три лампочки у нас есть вот одна и там две сзади учета 3 по 60 вот здесь лампочка у нас 25 ватт вот она то есть не 60 а 25 мы ее подстроили в прошлый раз вот этот ключ будет сейчас закрываться открываться но и дергать будет вот эту емкость здесь по-прежнему наш федя находится за вот этой бумажечкой бумажечку я так наклеил специально то есть это я от вас ничего не скрываю это просто бумажечка закрывает федю при включении в сеть будем наблюдать вот здесь вот я буду наблюдать осциллографом сигнал здесь видно что у меня сверху идет 0 то есть я сделал себе 0 вот он удобно так мне сверху 0 а внизу идет фаза вот собственно ну и ждем результата какого чтоб пошла шинковка пошла реактивка вместо активки то здесь у нас 3618 180 ватт по лампочкам и соответственно если это значение уменьшится там перейдет в реактивку то это будет очень хорошо ну и давайте смотреть и включаем с пометочкой где фаза чтобы ничего не испортить вот наш накал загорелся 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 загорелись все лампочки по сигналу что можно увидеть по сигналу размах у нас большой все и также искривляется как положено так делителя по-прежнему у меня нету это без делителя то есть один верх показывает ну давайте могу показать и вниз я думаю не сильно изменится я снизу покажу да то же самое такие же всплески идут вниз так мы видим что сейчас последовательно с конденсатором у нас принципе картина не поменялась то есть как она зарезала так она зарезает теперь давайте на счетчике посмотрим что у нас показывает счетчик так по 3 фазе 135 ватт показывает и теперь давайте посмотрим реактивка какая идет 64 реактивка идет 64 ватта реактивки 149 вольт ампер 221 вольт ток 068 ампера это идет в сеть 067 ампера косинус фи 0 9 то есть практически единица то есть она не воспринимает ее как ее прям как реактивку то есть конденсатор просто работает получается как проходная емкость то есть никакого такого прямо же колебания резонанса я не наблюдаю ну и практически 50 герц все остальные параметры нас мало интересует так во втором опыте я сейчас конденсатор вот этот вот переставляю вот сюда то есть после тиристорного ключа а третий опыт будет самый интересный конденсатор пойдет в параллель нагрузки то есть будет нагрузка конденсатор на резистивная можно так сказать итак я перебросил вот сюда конденсатор вот этот теперь он стоит после тиристорного ключа вот они проводки подведены и подключаем смотрим что он покажет осциллограф поставил перед конденсатором то есть сразу после ключа потому что нагрузкой считаю и лампу и конденсатор сразу то есть они как бы получается такая последовательная нагрузка видим по осциллограммам что у нас закруглились вот эти штучки то есть чуть-чуть форма поменялась такие не такие острые не стали так и давайте смотреть по счетчику по 3 фазе 138 ватт ну то есть на 4 ватта изменилась переключаемся на реактивку 64 все то же самое то есть без разницы что надо что она после смотрим 151 вольт ампер то есть чуть увеличилось 223 вольта я думаю это с напряжением связано чуть-чуть напряжение поднялось поэтому и по и полу их ток 0 68 ампер угол 0 91 то есть косинус и совсем чуть-чуть поменялся на буквально на единичку соту на одну соту ну вот таким вот образом вот таким вот макаром то есть пока никакого не видим шинкование давайте сейчас что сделаем переключимся теперь емкость переставим дальше уже параллельно лампочкам и так сделал переброску конденсатора теперь он параллельно лампочкам и включаем нашу установку так а щупаем мы по-прежнему вот в этой точке то есть после на нагрузке на лампочках так вверх у нас идет фаза пошел треск счетчики пошел треск значит видим какая значит амплитуда увеличилась вся амплитуда не влазит то есть она довольно таки ширший больше так а теперь мы посмотрим что у нас происходит с мощностью просто по 3 фазе 190 ватт было 130 стал 190 то есть все увеличилось значит хуже стало кваров 350 то есть увеличилась реактивка больше стало вольт ампер 410 тоже значит больше стало напряжение 222 ток 1,81 ампера то есть получается реактивка реактивная этот добавилась просто так косинус фи стал 047 частота осталась ну и самое интересное то что просто мощность подросла все лампочки стали ярче гореть вот это это факт то есть а с чего им ранее ярче гореть смотрите какая ситуация что это за мощность почему лампочки которые на рассчитаны на 60 ватт максимум могут показать три лампочки это 180 ватт они уже показывают 190 то есть напряжение по факту выросла мы видим что она выросла вот она у нас ваграме действительно прям подросло сейчас я еще и померю его достали наш прибор и будем мерить напряжение на нагрузке на лампочки то бишь 262 вольта получается высокое напряжение по логике автора должно быть напряжение пониженное а все понял она пониженное без конденсатора то есть когда конденсатор довешиваем она повышается так что у нас пусть этот 200 ватт из сети это активки за что мы платим 360 ватт реактивки 422 это у нас вольт амперы 222 вольта 187 ампера идет вот 187 ампера он смотрит на выходе на выходе давайте посмотрим на кого на этом сколько ток идет на конденсаторы так 187 то есть такое ощущение что весь ток идет только в конденсатор все это весь ток конденсатора то странно какая-то штука то есть 187 конденсаторы берет лампочки все горят что-то не догоню это то есть фактически мерит ток конденсатора но при этом еще и лампочки горят 047 это угол косинус фи 047 то есть косинус фи действительно уменьшился и это хорошо то что я хотел добивался реактивки побольше то есть я добивался реактивки а получил умощнение получил 200 ватт значит какая математика получается если делаем пропорцию то при 200 при 220 вольтах на лампочках получаем мощность 180 ватт в нормальных условиях при 260 вольт как сейчас только чтоб мерили у нас получается 212 ватт должно быть то есть не 180 а 212 а счетчик показывает 211 223 то есть всю эту мощность и показывает но только на плавает 208 216 скачет короче 228 202 220 ватт 209 то есть ну понятно что скакать она так не может то есть что-то ее сбивает видим да то есть какие какие-то прыжки есть только что было 200 ватт уже 212 207 сейчас попробую выключить заново включить 212 то есть по расчету все четко так вот 212 чуть больше даже ну-ка давайте попробуем подсоединить вот этот конденсатор к тому моментально форма меняется идет гонит ток сразу лампа ярче горит то есть какой-то эффект моментально наступает когда емкость увеличивается и осциллограмм меняется сразу моща идет эту же мощью потребляет как реактивку так и активку давайте определять что трещит чуть-чуть федя трещит и больше всего трещит емкость то есть федя чуть-чуть трещит а вот этот трещит конкретно судя по всему там есть какой-то ферро резонанс ферро резонанс но пока он не очень глубокий не хватает я думаю емкости то есть старта не хватает не та моща мне кажется из-за этого так друзья что не сделаешь ради эксперимента я притащил масляный обогреватель и воткнул его в розеточку насколько я понимаю там один киловатт на деление сейчас померим посмотрим все и смотрим на осциллограф смотрим на осциллограф не вообще на все это дело о сигнал изменился здесь что мы видим здесь значит на нагрузке видим 800 ватт а это у нас киловаттник до киловаттник стоит хорошо так смотрим дальше реактивка 328 сейчас 500 почему-то 329 760 226 565 реактивка меняется короче реактивка меняется так это что такое это общее 1570 1566 это вольт ампер 219 вольт просадочка 6,63 ампера 663 ампера косинус фи 053 054 частота 49 значит учет идет реальный 800 ватт сейчас я померю на розеточки напряжение итог 161 вольт и померяем ток ток который идет на нагрузку на розеточку на вот эту так я наверно переверну все-таки будем смотреть как тормашками 338 ампера 338 ампера идет на обогреватель киловаттный 1,8 на конденсаторах как и было то есть выхлопа я опять никакого не вижу треск идет по-прежнему кондюкт трещит лампочка горит все трещит напряжение просела мы мощность упала мощность упала соизмеримо 815 ватт вместо киловатта но она и следовало ожидать мощность падает потому что у нас падает напряжение 160 вольт пока ничего я такого не увидел здесь ничего сверхестественного ничего сверх единичного так ну что резюмируем при установке параллельной лампочки конденсатора реактивка просто суммируется то есть не происходит чудес значит великолепных все также потребляется и учитывается счетчиком напряжение падает и активная мощность падает реактивка как шла хоть она через тиристорную группу идет хоть не через тиристорную группу идет без разницы то есть активка идет активкой а реактивка идет реактивкой вот это узел не вносит значит экономии никакой есть подозрения какие слишком маленькая емкость то есть у меня сейчас стоит емкость 25 микрофарад и 8 микрофарад соответственно это емкости не хватает чтобы у феди насытился дроссель поэтому надо умощнять реактивку умощнять систему и провести еще один опыт более мощной системы так друзья смотрите что я заметил мы с вами всегда смотрели вторичку ну логично то есть смотреть что у нас там на выходе а давайте посмотрим первичку то есть между землей вот это между нулевым проводом и фазным вот я подключил щуп и смотрите что я вижу сейчас эту лампу вырублю чтобы она не мешала нагрузочная и мы видим импульсы вот они раз раз видите они прям прорезают весь синус то есть открывается и закрывается открывается закрывается то есть все правильно автор говорит что у него идет шинковка синусоиды вот она но она идет не после не после этого регулятора а до него понимаете кто бы мог подумать что он рассматривает то что идет на входе то есть сама шинковка режет не выхода вход и она действительно работает вот она ведь как рубит то есть вот эти нарезки они есть этих импульсов лампу если подключаем чуть-чуть сбивается но несущественно мощность лампы вот этой влияет на величину чем меньше лампа мощностью тем выше эти импульсы это я уже проверил то есть 25 ничего но 20 будет еще лучше будет побольше вот эти импульсы то есть они есть сейчас я так может развернует вот они красавцы вот про на синусоиде раз открыла закрыла видите как режет офигенно но высота их из-за того что кондеры маленькие высота их низкая пока низкая схему поставлю помощнее кондеры поставлю я заказал увидим какие эти будет в первичные цепи и дальше посмотрим что эти импульсы умеют делать так вот они как руссо я растянул синус то есть действительно тирестр открылся закрылся то есть она его а дальше уже просто в той цепи это конденсатор делает то есть вот этот импульс давайте его развернем посмотрим сколько он микросекунд хотя бы сейчас я его попробую развернуть вот он вот он импульс сильнее развернем так ну что там полтора клетки до полтора клетки 150 микросекунд что лучше мы его не измерим да или измерим вот это 50 значит клетка 50 100 но 100 150 микросекунд все вот это наш импульс которая открывается и закрывается тирестр возвращаемся в обратку возвращаем в обратку вот они эти импульсы сейчас я покажу на схеме автора где он показывает эти же импульсы вы их можете тоже наблюдать это без нагрузки то есть напряжение там с максимальной величиной на этом все ставьте лайк подписывайтесь на канал до новых встреч 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 до новых встреч